Эту поездку в Бичурский район можно описать всего тремя словами. Подарки, радость, праздник. Нашими проводниками в Новый год стали активисты из Бичурского землячества. Вместе мы поехали в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Бичурское землячество – это такая общественная организация, которая занимается объединением выходцев из Бичурского района, уроженцев Бичурского района, тех, кого объединяют, здесь малая родина. Мы гордимся своими земляками и хотим, чтобы о них узнали больше людей. Сегодня у нас традиционная встреча в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Бичуре. Мы уже где-то пятый раз, по-моему, сюда приехали. Вот у ребят, они мне не дадут соврать, недавно сломался телевизор, да? Да, и вот чтобы дети не остались без новогодних представлений по телеканалам, мы собрали энную сумму денег у наших земляков, привезли большой телевизор, ну и, конечно, еще много разных подарков для персонально каждому ребенку, как обычно. Мы сегодня такие помощники Деда Мороза. Помощниками Деда Мороза Бичурское землячество работает каждый год. Привезти подарки и порадовать детей – уже традиция. А неравнодушные люди, знающие об организации, всегда готовы помочь. Люди из Москвы, из других городов присылали нам средства на то, чтобы мы осуществили те или иные задумки детей, ну, мечты реализовали. Очень рады, что в новогодние праздники к нам приезжают гости, наши друзья, поздравляют наши детей. В этом году мы провели акцию, что каждый ребенок написал лично свое пожелание, письмо Деду Морозу. И неравнодушные люди с открытой, широкой душой поддержали эту акцию. И каждому ребенку сделали подарок. Вот у нас под впечатлением девочка стоит от такого домика, такая красота. Да, Юлечка? Да. И вот у Вики домик. Кирилл, у тебя что? У меня это лего. Лего. У нас человек творческих способностей. Он всегда у нас строит, лепит, и у него сегодня лего, да? Ну, расскажи сам. Да, ему все понравилось нормально. А ты это хотел на Новый год? Да, да, да. Я хотела поговорить, поздравляю тебя с Новым годом. И спасибо, да? И спасибо за все, что ты нам принес. Ура! На этом наша поездка не закончилась. 21-й год для Бичуры стал по-настоящему удачным. Район занял первое место в конкурсе по социально-экономическому развитию республики. Поэтому следующей остановкой стал Дом культуры, где наградили лучших людей района. Не просто вот там какое-то сообщество девушек, которым делать нечего, на самом деле не так, конечно. У нас много интересных людей, известных выходцев из наших поселений, из всех поселений. В каждом крупном и небольшом ведомстве республики есть выходцы из Бичурского района. Мы все участвуем в жизни района и свои новости, свои рассказываем на страницах нашего землячества о наших земляках, о наших небольших делах и о наших перспективах. И желаем в наших страницах видеть и ваши перспективы тоже. Это стала хорошей традицией, когда в преддверии Нового года подводятся такие итоги, и те люди, которые внесли большой вклад в социально-экономическое развитие Бичурского района, они награждаются. За этим результатом стоит труд каждого жителя, стоит труд руководства. Это главная задача, к которой стремимся, и самое главное, удается многое сделать. Впереди у нас еще нерешенные задачи, есть проблемные вопросы, но мы знаем, как их решать. И мы их решаем всегда вместе с жителем Бичурского района. Дарья Белева, Жаргал Ирденеев, телекомпания АТВ.